Самыми посещаемыми культурными учреждениями в прошлом году стали библиотеки. Чтобы понять, в чем причина их притягательности, мы посетили Центральную библиотеку города имени Гончарова. Не так давно она стала модернизированной модельной. Здесь появились несколько современных компьютеров, 3D-принтер, телевизор с огромной плоской панелью и экраном, маршуровщик, издательский комплекс и многое другое. Когда в нашей библиотеке появился 3D-принтер, мы бы хотели его использовать с пользой. И когда разрабатывали проект «Книги на ощупь», мы понимали, что этот проект должен быть эффективным и должен помогать людям. И поэтому мы обратились уже к людям, которые реализовывали такие проекты. Это был Александр Матвеев, он руководитель лаборатории политехнического музея. Он нам рассказал о том, какая специфика данной работы. Первая книга, созданная в библиотеке, была презентована 91-й школе-интернату для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. А вторая книга будет создана не просто с изображением, но и с текстом, написанным шрифтом Брайли. Но это не единственный проект, который реализуется на базе библиотеки. Также у нас на базе библиотеки реализуется проект «Цифровой художник». У нас есть графические планшеты, и ребята с удовольствием рисуют, а профессиональный художник обучает их, помогает. Как все знают, 2022 год – это год 210-летия Ивана Александровича Гончарова. Хотим попробовать организовать литературные вечеринки на улице Гончарова и создать небольшой объект Интомореску с изображением, как Гончаров и герой Гончарова, супергерои нашего города. Внешние изменения библиотеки произошли кардинальные. Сделано все с душой и для комфорта, удобства посетителей. В детском зале передвижные полки смонтированы с учетом роста детей. Более того, зал оформлен тематически под знаком Гончаровского романа «Фрегат Паллада». Здесь дети могут не только почитать, но и поиграть. Опять же, напольная игра создана по мотивам книги Гончарова. Но главное – значительно обновился книжный фонд библиотеки. Только в рамках национального проекта «Культура» в библиотеку поступило 3500 книг. Текущий год – не исключение. Новые книги по-прежнему пополняют библиотечный фонд.